Фестиваль здорового образа жизни «Славянский богатырь» проходит в Бресте во второй раз. Организаторы «Молодежное спортивно-культурно-общественное объединение «Русь молодая» предложили спортсменам-любителям испытать свои силы в двух номинациях – «Жим, штанги, лёжа» и «Армрестлинг». Армрестлинг и вообще силовые какие-то упражнения набирают постепенно свои обороты. То есть мы стараемся внедрить, внести в массы данный вид спорта, чтобы люди как можно больше проводили времени не в ночных клубах, а в тренажерных залах, соответственно, немножко переквалифицировали свой образ жизни и какой-то отдых. Порядка полсотни любителей силовых видов заявились для участия в соревнованиях. Вес штанги – 90 килограммов. Весовая категория – абсолютная. Это значит, что победитель в этой номинации определяется по коэффициенту. Чем меньше вес, тем больше шансов попасть в призовую тройку. Максимальное число жимов, показанное участниками – 44, минимальное – 18. Испытать свои силы мог любой желающий. Соревнования для меня – это стиль жизни, образ жизни. То есть стараюсь не пропускать ни дни соревнований, участвовать, поддерживать активный образ жизни. Я тренер, ну и этим я создаю такую жизнь вокруг себя, что привлекает людей к здоровому образу жизни. Волновался, естественно, потому что соревнования требуют отдачи. Не меньшая отдача требовалась от участников и на состязаниях по армрестлингу. Главным судью здесь выступил известный брестский рукоборец, 14-кратный чемпион мира Виктор Браченя. Спортсмены, как профессионалы, так и любители боролись на правую руку в абсолютной весовой категории. Вот только в отличие от жима лежа, здесь победа присуждалась только в чистом виде. Здесь есть ребята, которые буквально впервые пришли, никогда не участвовали, захотели попробовать свои силы, что тоже похвально. То есть не испугались чего-то там, самого себя, может соперников, потому что здесь довольно большие мужчины пришли, которые своими размерами могут кого-то отпугнуть. Но все равно вот есть ребята, которые по 60-70 килограмм весят и не побоялись, заявились в абсолютную весовую категорию, что тоже очень похвально. Прошли экзамен на богатыря на 100%. Победителям и призерам организаторы подготовили дипломы и медали. Спонсоры – ценные подарки, среди которых абонементы на посещение тренажерного зала и спортивное питание. Для большинства же участников этот фестиваль стал хорошей проверкой не только сил, но и духа, внутренней мотивации. Очень рад, что проводятся соревнования такие, уже несколько лет ничего не было. Очень приятно, что вспомнили, что есть у нас люди, которые этим занимаются. Организация хорошая, много участников, крепкие, подготовленные. Очень приятно все это видеть. Популяризация должна быть и для простого народа, и для соревновательного. То есть чем больше людей знает о соревнованиях, то, что можно поучаствовать, развлечься, свой досуг организовать таким образом, тем будет лучше и нация будет здороветь, укрепляться. Отдыхать и тренироваться с пользой можно, да и здоровый образ жизни – это не только модно, но и выгодно. Фестиваль «Славянский богатырь» – хорошее тому подтверждение.